Что касается шариатских постановлений от Аллаха, то мы говорим, что не учитывается в них чувство людей и их желания. Некоторые люди смотрят на определенные вещи и заостряют на них свое внимание. И подобное было даже у многобожников-курайшитов во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Почему многобожники привлекались к пророкам, да благословит его Аллах и приветствует? Потому что они, несмотря на их ширк, содержали мечеть Аль-Харам, поили паломников водой и занимались их нуждами. И поэтому Всевышний Аллах не спасла своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует аят, в котором говорится, «Неужели утоление жажды паломника и содержание заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха?» Всевышний Аллах разъяснил, что деяния перечислены в аяте нечто иное, и что есть более важные и правосепенные вопросы, связанные с таухидом. Мы должны понимать, что не имеем права, отталкиваясь от своих чувств, вводить кого-либо в ислам, «Только из-за того, что он якобы опекает сирот, проявляет сострадание к людям и убирает препятствия с дороги». Вопросы имана и куфра связаны с постановлениями Аллаха, так как они являются шариатскими терминами. И кто создал эти термины? Их создал Всевышний Аллах, кто выносит решения в отношении этих терминов. Выносит их Аллах, Свят Он и Велик. Например, если говорить о поклонении, то некоторые люди, когда видят кого-то, совершающего что-либо из поклонений, например, паение людей водой или молитвой, или опекание сироты, или же забота о людях, то они смотрят на эти деяния в отдельности. Мы говорим, что у куфра и имана есть свои необходимые условия и требования и препятствия. Также, что касается имана, обязательно, чтобы собрались все условия для того, чтобы ввести человека в иман. Многие люди остерегаются от такфира того, чье неверие абсолютно ясное, и пытаются ввести его в иман. Однако эти люди забывают, что они тем самым вводят в иман кафира, который в основе сей не входит в него.